Вернемся к действительно месту, где решается судьба Беларуси, к Украине. Вернемся туда, потому что там прошло действительно огромное событие. Украина сделала свой геополитический выбор. Это выбор Европы, это нормальный выбор, потому что, в принципе, если мы берем нашу историю, оказывается, что с Европой и Беларусь, и Украина, и Польша, и Прибалтика провели гораздо больше, чем под российской оккупацией. Европа это тот образ жизни, та философия жизни, та философия отношения к человеку, которая нам близка и интересна. И очевидно, что шаги туда и вызвали такую ярость, ненависть и бешенство российской матки, которая именно в качестве мести за европейский выбор и начала эту страшную, жестокую войну. Так вот, на прошлой неделе прошло знаковое событие, саммит Украина-ЕС. Оно прошло в Киеве, что удивительно. Да, звучали воздушные тревоги, все по драматизму настоящему. Воздушные тревоги, но туда приехала все равно Урсула Ван дер Ляйн, президент Еврокомиссии Шарль Мишель и куча европейских чиновников. И провели саммит Украина-Европа. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. И саммит зафиксировал, что в этом году они должны начать переговоры, уже непосредственно в вступлении. Вторая вещь, которая ждет украинцев, европейский роуминг. То есть Украина и Европа объединяют свои телефонные системы. Третья вещь, Украина и Европа объединили свои энергетические системы. Энергия, электроэнергия ходит туда-сюда. И это позволяет Украине держаться, несмотря на то, что захвачен Энергодар и одна из ядерных электростанций, шесть блоков, Запорожская. И действительно повреждены очень серьезным образом объекты энергетической инфраструктуры. Потому что теперь Украина все это получает из Европы. Два гигаватта электроэнергии. Огромный объем она получает из Европы. Дальше, естественно, был объявлен там какой-то список реформ. И это очень хорошо. Потому что последние коррупционные скандалы в Украине показали, что там еще далеко до европейских стандартов. Во всяком случае в коррупции. И надо улучшать там систему. И эта система будет улучшена. Будут проведены новые законы. Уже, я так понимаю, по-новому заработает это НАБУ и все остальное. Посмотрим. Но смысл в другом. Еще раз был подтвержден этот самый европейский выбор. Европейский выбор, который неизбежен для нас, белорусов. И это еще одна радость, что вот теперь у нас и с юга, и с запада, и с севера Европа. Мы как бы в этом европейском находимся мешке. И только с востока у нас вот эта Орда. Монголо-татарская российская держава. И совершенно очевидно, что мы этим выступом быть не должны. Мы должны тоже войти в Европейский Союз. Да, возможно, формирование Балта-Черноморского Союза дополнительно к европейскому. Но впереди все-таки в основе Европейский Союз. И, конечно же, в этом смысле Украина, опять же, она просто впереди нас. Это большой пример. И в движении в Европу, и в борьбе за свою независимость. Тоже вполне возможно белорусам это предстоит. Кстати говоря, сегодня день рождения Тадеуша Костюшко. Или сегодня, или вчера. Подскажите, дорогие мои знатоки. Тадеуш Костюшко, знаменитый борец за независимость Соединенных Штатов Америки, родился в Беларуси. И многие считали его там белорусским героем, белорусским магнатом, шляхтичем, который бился с россиянами. Видите, какая у нас история этой битвы с российскими захватчиками. И потом уже, когда Речь Посполитая, ну, фактически была разделена между этими монстрами, тогдашними империалистическими, когда фактически земли подверглись колонизации со стороны России, он поехал в США и бился уже за независимость Америки. Поэтому у нас здесь традиция большая, много веков. Фактически противостояние Великого княжества Литовского и Московии началось еще в XIV веке. В XIV веке, где Московия еще представляла Орду, а Великое княжество Литовское представляло Европу. То есть, это вот ордынское европейское противостояние, оно имеет огромные корни. Да, потом напитавшись от орды, высмоктов кровь из остальных городов, москвичи захватили все близлежащие княжества, укропнились, потом стали Великим княжеством, потом стали царством. Да, потом эта тирания, конечно, позволила им построить блестящую армию, которая там действительно страшная армия, которая позволяла им захватывать новые-новые земли. Новые-новые земли это новые-новые люди, это еще больше армия. Да, и вот этой навалой они, конечно, расширялись. Но и Речь Посполитая и Великое княжество сопротивлялись мужественно, долго, фактически до конца XVIII века. Вик Полик, Украина должна бороться с очевидной коррупцией, иначе как просить миру увеличивать помощь. Правильно делают? Правильно делают. И увольнение там, и согласились на то, чтобы был офис специального американского контроля, и это правильно, потому что если деньги американские, пожалуйста, пусть американцы и контролируют. Вот написал Борис П. Чатьвертага лютага, то есть сёння 1746 года народился тогда уж Костюшка. И яго монумент нарази стоит у Бруклине на увоходе у белорусскую царкву.